Вы так говорите, что возникли определенные трудности, сложности в умах некоторых чиновников. Конкретно Вы можете сказать, что случилось, какие сроки были? Конкретных виновников сроков я могу назвать. На самом деле это один человек, он среди вами, Галик Сергеевич Галик. Далее, те, товарищи чиновники, которые участвовали в этом процессе подготовки, ввиду каких-то определенных причин, ввиду боязни потерять свое кресло, служебное положение, может быть, не так быстро действовали, как мы рассчитывали. Перечислять на данном форуме я их не буду, ввиду того, что есть некая корпоративная политика, она касается и военной, и гражданской авиации. То, что творится внутри экипажа, пассажиры, обслуживающий персонал, он как бы не должен видеть. Поэтому, извините, если не полностью ответил на наш вопрос. Можно больше всего? Это конкретно-то Вам запретили. Ну, какая, я так понимаю, не на парламенте, что Вы решили? Ввиду того, что мы базируемся на аэродроме Пушкина, я понял, сейчас более широко расскажу. Мы базируемся на аэродроме Пушкина, основании становления правительства Российской Федерации и ниже следующих нормативных актов. Для того, чтобы провести аэросалон и аэшоу, есть некие отступления от принятой программы, планов полетов, которые осуществляются каждый день и сегодня вечером на аэродроме Пушкин. Поэтому, ввиду, наверное, всё-таки с нашей стороны недостаточно ранней заявки в вышестоящие органы и ввиду торможения определённого, мы не успели к четвёркому числу получить все согласования. И вот это тоже, извините, если не полностью ответил. Сергей Анатольевич, в пресс-релизе заявлено участие иностранных пилотажных групп в салоне. Они будут? Если нет, то по каким причинам? В настоящий момент заявлено и в режиме готовности. На родине находится замечательная пилотажная группа «Балтий-Бес», по переводе означает «Балтийская пчела» – это город Рига, коллеги-пилотажники. В настоящий момент, на сегодняшний момент, проблемы, связанные с прилётом в аэропорт Пулково и перелётом, до конца ещё не урегулированы. Если в течение текущих суток вопросы по их участию не будут решены, они будут сняты с участия. Ввиду очень широкого, неинтенсивного, каждодневного общения в течение года с иностранными пилотажными группами, переговоры велись практически со всеми пилотажными группами, которые представлены на европейском рынке. Замечательная пилотажная группа «Патрульда Франц» с представителями. Он посещал журнал «Пушкин» в не совсем водоприятное время, это был февраль, в 19.30, провели по сугробам, сделали техническую инспекцию, был военный атташе, и степень готовности была достаточно высокая, о цене более 90%. Ввиду начала войны в Ливии, а поскольку пилотажная группа является составляющей компонента НБУС Франции, участие в России было снято за два месяца. Эрик Гаяр, постоянный представитель здесь, в России, он завтра будет, наверное, на АЭС, если вы его найдете, если можно будет с ним встретиться, он расскажет более подробно причины их отсутствия. На следующий год планируем, разговариваем, называем степень интереса, проявленная к Царскому селу, к Санкт-Петербургу в целом, достаточно высокая, поскольку Санкт-Петербург – это европейский город, царское село, без комментариев. Поэтому степень готовности участвовать в фестивале «Пилотажный групп» здесь у нас достаточно высокая. При наличии решения организационных вопросов, в общем-то, никаких препятствий для их участия нет. А в чём заключается сложность перелёта этих пилотажных групп внутри России? Я скажу. На настоящий момент любое воздушное судно, любая регистрация государственная, гражданская, экспериментальная. На территории государства, которое зарегистрировано данный самолёт или встает от воздушного судна, должен пересекать границу в установленном месте, проходить таможенную пограничную очистку только в тех аэропортах либо аэродромах, допущенных для этого дел. Далее. Пилотирование воздушного судна, иностранной регистрации, с иностранным экипажем. Оговаривается в Федеральном коэффициентном праве, раньше это говорилось в воздушном подвесе, отдельное решение, на что требуется отдельное согласование. Нерешаемая проблема, я в этом не вижу. Спасибо. Распортив Николай, телеканал «Санкт-Петербург». Сергей Анатольевич, скажите, пожалуйста, была информация, что есть какие-то технические проблемы, помимо организационных, в частности, не хватает топлива. Так ли это или нет? Нет, абсолютно. В настоящий момент мы с резервом двоекратным закрыты по топливу. Состояние аэродрома «Пушкина», его полоса длина 2,5 километра, выдерживает посадку самолета А-22 либо самолета Ил-76. Далее. Вся прилегающая территория летного поля выстрежена, выплашена силами многих десятков людей, которые живут в данном авиационном. Технических препятствий для проведения авиационного 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 «Пушкина» не имеют. Сергей Анатольевич, скажите, пожалуйста, ТТВ, вы сказали, что было не получено какое-то согласование до 4-го, до 5-го числа. Какова сейчас уверенность, что 6-го и 7-го авиационного все-таки произойдет? Получили вы эти документы? Если у вас нет проблем, точнее, по топливу, по всем остальным параметрам, какова уверенность, что 6-го числа мы увидим наконец-то полез в пилотажных группах? В настоящий момент вечером, 4-го числа, в 23 часа чуть раньше, мы получили согласование от командующего с западным военным округом по проведению данного мероприятия. Сложность состояла в следующем. На родном совместном базировании, как и Роман Кухова и все остальные выходы ниже Рандом, он не предназначен для посещения публики в открытом режиме. Есть понятие режим на территории аэродрома, аэропорта, есть открытая территория. В связи с тем, что выставка проводится на режим на территории аэродрома, были приняты беспрецедентные меры безопасности по обеспечению правопорядка и выполнению антигерористических мер. Вот эти все согласования происходили, проходили в очень сложную инстанцию. Вчера вечером мы получили документы за подписью командующего западного военного округа. С вчерашнего вечера чисто техническая процедура ушла в командование ВВС. Первое командование и сегодня отрабатывается чисто химические вопросы. Выдача телеграмм, заявление, устное распоряжение и прочее. Печати, фамилии, подписи поставлены. Сомневаться в выставленности документа не в основании. На данный момент, как вы говорите, что пилотные группы, глава этой группы, они уже готовы. В какой момент они все летите? Вы чего-то сейчас ожидаете от Рапорта Пупкова? Нет. От Рапорта Пупкова мы ничего не ожидаем. С Рапортом Пупкова со службами движения Рапорта Пупкова много согласовали. Вопросы в связанном с использованием в воздушном пространстве. Сегодня вечером у нас будет брифер с пилотажной группой «Русь» и их коллегами. Если не наступит еще более каких-то тяжелых форс-мазонных обстоятельств, завтра или послезавтра само начнет свою работу, даст Бог над работой. Квалификация пилотов, технического персонала и состояние национальной техники подтверждено документально. Ограничение на выполнение полета в настоящее время.